Накануне Акимобласти он до сына Розалин провел личный прием более 20 граждан, в ходе которого актюбинцы обратились по различным вопросам, касающимся жилья, лечения и благоустройства города. Так, председатель Актюбинского областного общественного объединения Казахское общество глухих Зинаида Телеушева считает необходимым построить в Актюбе тротуары для безопасности глухих граждан, увеличить маршруты общественного транспорта. Жительницы, дети которых страдают онкологическими заболеваниями, попросили решить вопросы, связанные с обеспечением химопрепаратами, оплатой проезда на лечение в клинике городов Алматы и Нур-Султан. По словам родителей, данные проблемы остаются актуальными для порядка 80 семей. А 43-летний Николай Смоляков, воспитывающий инвалида, сообщил, что у него нет средств на аренду жилья. Аким города Мавр Абдулин рассказал, что ранее мужчине было предложено несколько вариантов для трудоустройства. Однако Николай отказался от предложенной работы. Онда сыну Розалин поручил Акиму города помочь ему с постоянной работы. Жители региона, обратившиеся в общественную приемную с вопросами, касающимися развития сельского хозяйства, предпринимательства, получили исчерпывающие ответы. Онда сыну Розалина отметил, что в текущем году руководству города были даны поручения, касающиеся строительства тротуаров, ремонта дорог. В связи с расширением территории Актубе принимаются меры и по увеличению маршрутов общественного транспорта. Глава региона подчеркнул, что необходимо системно решать эту проблему, поручив первому заместителю председателя партии Наротан по Актюбинской области Ербулу Данаголову руководству управления здравоохранения провести совещание по данному поводу с внесением конкретных предложений. С внесением конкретных предложений.